Поздравляю Валерию Курнецову! День рождения был у Валерия Абрамовича! А самое главное, уважаемые коллеги, что сегодня у нас юбилей нашего коллеги! Очень удивительно красивая поврежденная дата! Михаил, поздравляю вас от всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дważение за WARC Короткоструктры создавал DimaTorzok на данном слайде здесь, наверное, — больше информация касается людей, которые работают, получают свои заработчи в компании. Мы видим, что с 2015 года подоходный налог, который вычитает наши заработные платы, составляет 20%, до тех пор он был 21%. Необлагаемый минимум теперь с 2015 года 154 евро, было 144 евро. Центр отчислений от группа доходов работающих в местное самоуправление в виде подоходного налога пока не изменится, он остается 11,6%. Количество рабочих мест в городе 6555, средняя заработная плата по городу 720 евро, зарегистрирована официальная заработная, стояние на 1 ноября 423 человека. Вот на диаграмме представлены 3 года, как менялось у нас количество налогоплательщиков, и красное мнение это 2014 год, и, к сожалению, она в начале года, особенно, она ниже, чем у нас в предыдущем году, и уже я вам говорила, что 137 рабочих мест, в которых мы получали налоги в сравнении с 2013 годом, в 2014 году, стал получен на эту сумму. И вот ситуация уже, скажем, по октябрю, она немножко стала выравниваться, мы начали загонять 2013 год, но, тем не менее, первая половина года, она была для нас неположительная. Если говорить о регистрированных городе, на слайде показана красная линия, это 2014 год, мы видим, что эта линия гораздо ниже двух предыдущих лет. Если смотреть от каждого месяца, то 423 официально зарегистрированных из работных это 2014 год, 448 это было на 2013 год, и 642 это было на 2013 год. Поступление подоходного налога. Если говорить о темпе роста поступления подоходного налога, то напомню, что в 2014 году мы сделали редкий, скажем, такой скачок, и подняли, планировали рост подоходного налога в 9%. К сожалению, на сегодняшний день, в состоянии за 11 месяцев, в 2014 году составляет только 6%, но об этом мы с вами будем говорить по второму вопросу. И поэтому мы запланировали рост на 2015 год 4% поступления подоходного налога, но при этом мы отсталкивались от уточненного плана на поступление подоходного налога 2014 года, который был корректирован 6 ноября текущего года, когда мы принимаем с вами дополнительный бюджет. По факту поступления, если декабрь месяц будет более плодотворным, нежели все предыдущие месяцы, то, может быть, у нас и останется эта сумма 7,51,190 евро поступления подоходного налога. Если по факту поступления сумма 2014 года будет меньше, чем здесь она представлена в виде плана, то, скорее всего, по второму чтению городское управление будет предлагать уменьшение поступления подоходного налога, то есть, сохраняя 4%, но в натуральном выражении эта сумма может измениться. Всего доходы от налогов представлены в районе бюджета 7,146,190 евро на 4,2% больше этих доходов 2014 года. И, конечно, первое особое влияние оказывает рост подоходного налога. То, что касается земельного налога, налогов за рекламу, они спланированы налогами 2014 года. Доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений – 1,280,469 евро практически. В такой же сумме за план 2014 года рассчитывая этот показатель, мы применяли все действующие решения городского собрания и городского управления в части, оплаты родителей за место детских продаж, за кружки и так далее, то есть, которые основываются на минимальной заработной плате предыдущего года, когда планируются эти доходы на следующий год, и они регулируются утвержденным центром. Сразу хочу дать пояснение, что в течение года наше учреждение к плановым суммам, которые планируются на начало года, в течение года эти суммы увеличиваются в виде аренды или каких-то других услуг, которые оказываются в нашем учреждении. Поэтому у каждого учреждения в течение года есть возможность, если он получает дополнительные доходы от хозяйственной деятельности, пододательствовать городского управления и городского собрания о том, полностью эти деньги он будет получать на посредке каких-то необходимых отходов, или часть денег будет оставаться просто в бюджете, а часть денег будет переходить в день. Ну, это текущая работа, я скажу. Денежные средства, которые мы ожидаем получить в курс бюджета, пока расчет сделан на 4 миллиона 106 тысяч 949 евро, меньше, чем в плане 2014 года. Но в самом начале я уже говорила, что эти суммы будут откорректированы, когда мы получим от страны Министерства финансов наше денежное средство на покрытие расходов образования, на покрытие расходов по социальным защитиям и так далее. Когда сколько мы получим в доходе, в тени за сырьевые сумма отразится в точно таком же размере и в расходах. Прочие доходы на деятельность 74200. Здесь идут денежные средства, поступление налога за водопользование, штрафы, саппетасу. Мы откорректировали это показатель, что касается саппетасу, то есть налог за заблеснение, то есть тот мусор, который собирается с территории города, вводится на свалку, и налог платится только с той мусора, которая... Похоранивается природа. Похоранивается природа, та часть мусора, которая перерабатывается, то есть с этого поножа налог не платится. Поэтому 5 тысяч евро мы поставили пока эту сумму, а в 2014 году мы ожидали 17, но этих денег мы не получим. Если говорить про общий объем наших доходов от основной деятельности, как уже мы вначале смотрели, 12 658 908 евро на 2,6 процента доходов от основной деятельности больше суммы плана 2014 года. Структура доходов от основной деятельности. Мы видим, что 56,4 процента занимает доходы от налогов, 30, почти 33 процента доходы, которые мы ожидаем получить из государства, 10 процентов доходов от хозяйственной деятельности и прочие доходы, это практически 0,6 процента. В сравнении с предыдущими годами, процентуальная структура доходов у нас выдержана и чуть меняется в большую сторону с учетом роста подоходов налога, который влияет на общую сумму налогов, доходов от налогов, 10 процентов это доходы от хозяйственной деятельности и государственные денежные средства остаются примерно в таком же ртенде. То есть, исходя из этого, по статистике, по анализу видно, что все равно город собирает большую сумму денежных средств в части доходов от основной деятельности. Что касается расходов от основной деятельности, планируя расходы от основной деятельности, как мы с вами и подтвердили, это наша бюджетная стратегия, которую принимали в сентябре месяце, мы планировали, что персональные расходы у нас в бюджете 2015 года будут расти только за счет того, что растет минимальная заработная плата. Повышение других заработных плат мы не планировали, и поэтому минимальная заработная оплата в сравнении с 2014 годом растет на 9,86%. Это мы учли при планировании персональных расходов каждого учреждения. Кто читал пояснительную записку, я там специально представила такие таблицы, чтобы видно было, сколько у нас ставок оплачиваются в размере минимальной заработной платы, и, к сожалению, уже квалифицированные работники, такие как повара в школах или детских садов, с учетом повышения минимальной заработной платы, у нас почти оказались на минималке, и поэтому, что касается депис учреждения образования, то мы чуть выше их подняли, вот это одно только, скажем, отступление от того плана, который мы в кросседии принимали, чтобы не оставлять квалифицированных рабочих на минимальной заработной платы. Что касается хозяйственных расходов, я надеюсь, вы помните, что в 2014 году, когда мы планировали бюджет, мы наши хозяйственные расходы, я имею в виду хозяйственные расходы наших учреждений, снизили для того, чтобы поднять заработные платы, которые много лет уже не занимались, и с 2015 года мы начинаем восстанавливать то снижение, и каждому учреждению было запланировано повышение хозяйственных расходов на 2%. Что происходит с колоннальными протяжами? Во-первых, что на 2015 год планируется снижение стоимости электроэнергии в наших учреждениях. Расчет идет по фиксированной цене, после проведения госпоставки стоимость электроэнергии снижается на 3,18%. Это по учреждениям. Что касается расходов в воде, пока не планируется повышение, что будет с теплом, но об этом пока никто не знает, во всяком случае официальной информации на сайте не представлено, что они планируют повышать. Но, пусть, по-моему, свое личное мнение, я думаю, что в течение года теплоэнергия все равно, наверное, будет расти. Но хочу сказать, когда мы рассчитывали коммунальные платежи для каждого учреждения с помощью отдела городского хозяйства, который ведет подробную учет по физическим объемам потребляемого тепла, электроэнергию, воды и так далее, то можно сказать, что идет снижение всех учреждений по теплоэнергии, всех учреждений, куда были вложены денежные средства по программе СЕК-2, которые у нас были реализованы в 2013-2014 годах. Но там же была поставлена вентиляция, и начинаются высшаться расходы по электроэнергии. То есть вентиляция работает, и когда идет повышение. Поэтому пока планированы таким образом, что у учреждений в части хозяйственных расходов чуть больше появляется денежных средств в 2015 году, чтобы решить свои проблемы внутри своего учреждения. Если говорить про расходы сферы управления, они увеличиваются на 11 367 евро. Натуральное выражение, эта сумма практически повторяет сумму 2014 года. Подход к планированию расходов сферы управления был очень похожий, как всем другим учреждениям. Но напомню, что в сфере управления, помимо расходов городского собрания, городского управления, есть еще резервный ход. В проекте бюджета он представлен 6 тысячи евро. В 2014 году это было 51 тысяча евро. Также там представлены расходы на проекты развития, расходы на проекты по предпринимательству и так далее. Поэтому в основном увеличение шло на минимальную заработную плату тех сотрудников, которые входят в штатное расписание городского управления и на повышение хозяйственных расходов с какого-то уровня выше. Если говорить про расходы городского хозяйства, на 464,9... Извиняюсь. Про расходы городского хозяйства на 13 918 евро, больше расходы в 2015 году, 1,1%. На сегодняшний день, конечно, подождаются, которые были вводаны отделом городского хозяйства, они несколько выше, нежели те объемы, которые мы могли представить в проекте. Но, тем не менее, самое основное в части городского хозяйства у нас денежными средствами покрыто. И как будут еще проходить конкурсы госпостановок, скажем, на автобусный маршрут, это уже будем решать в течение исполнения бюджета 2015 года. Свободное время культуры плюс 46,496 евро. Значит, подход к части персональных расходов по учреждениям был такой же, как я сказала, выше. Хозяйственные расходы точно так же. Единственный момент, на честь нужно зародить, если мы говорим про учреждения культуры, спорта, свободного времени, при планировании хозяйственных расходов, мы учитывали, в сравнении с 2014 года, мы рост давали 2%, мы учитывали в 2014 году в состоянии на 31 мая целевые денежные средства, которые учреждения получали по проектам, на реализацию целевых проектов. То есть денежные средства мы увозили из плана и только тогда увеличивали на 2%, то есть чтобы не давать много свободных денежных средств, поскольку целевые деньги были реализованы в 2014 году. Что касается дотации наших клубов, дотации этих клубов осталось на уровне 2014 года, если государство все-таки выделит клубам все денежные средства, о которых уже много говорят, ситуацию можно будет регулировать не только в другом плане, оставляя эти деньги также в спорте, но каким-то образом перераспределять. Что касается наших интервью, мы оставили также дотацию всех наших интервью на уровне 2014 года, но мы не убрали, несмотря на сложное положение. Мы сохраняем дотацию. Детские сады плюс 45595 евро на 2% больше объема детских садов, чем в бюджете 2014 года. Не буду повторяться, подход был точно такой же. в школах у нас идет, если вот чисто школы брать, 28603 евро плюсом. Здесь у нас по школе подход к планированию хозяйственных расходов и персональных был точно такой же. Некоторые из дикторов школ заранее провели работу достаточно плодотворную, найдя внутри своих учреждений внутренние резервы, в части персональных расходов, проведя сокращения и увеличиваются некоторые ставки с минималки. То есть они сократили, использовали внутренний резерв свой и при этом еще, скажем, часть денег можно было у них свободно снять. Но не все это сделали, но по школам несколько директоров такую работу не сделали. Что касается школ, то в 2014 году у нас был, это уже, наверное, другой слой покажу, это уже здесь все образование вместе, вот видите, если все образование вместе взять, то мы уходим в минус 13397 евро, потому что помимо персональных расходов и хозяйственных расходов детских садов и школ, у нас в сфере образования существует еще денежные средства, что касается школ, это деньги классов английских языков, углубленное исключение английского языка, это в аналинах полей канутов поле, здесь идет снижение, деньги целевые, родительские, здесь идет снижение этих денежных средств, и также нужно обратить внимание на то, что в 2014 году у нас был по реколе на резерв, на резерв основных школ на персональные расходы, которые мы распределили в ноябре, в ноябре, когда принимали листы и ладья, и пока у нас такого анализированного в 2015 год не планируется, и как только мы получим уже целевые денежные средства на персональные расходы наших школ, основных, и в начале, тогда может быть у нас появится такой момент, опять мы восстановим резерв, который будем во второй половине учебного года в следующем году уже использовать. социальная сфера минус 76 799 евро. Пусть вас не пугает этот минус, это минус по государственным денежным средствам, потому что мы точно все больше не знаем. если мы говорим про наши городские денежные средства, которые аккумулированы в социальной программе, которые направлены на социальную защиту жителей нашего города, то вы видите, что на 26 740 евро эта сумма увеличилась, или на 15,7%, и сразу хочу сказать, что в этой программе заложены денежные средства на выплату городского пособия нашим пенсионерам города на 15 евро в расчете на каждого. Мы увеличиваем также в социальной сфере подучительское пособие, которое уже достигло порядка 412 человек в месяц, которые получают такое пособие это тоже городские деньги, и в бюджете 15-го года эта сумма увеличена. А уменьшение, как я уже показала, это только за счет того, что государственные денежные средства планированы пока на уровне 31 мая 2014 года. Всего расходы основной деятельности 11 миллионов 937 тысяч 260 евро, что составляет 98,6% к расходам основной деятельности 2014 года. Структура расходов основной деятельности по первым деятельностям. Мы видим, что оборудование занимает 49% от тех расходов основной деятельности. Следующий у нас идет 19,6% это свободное время культуры. 10,8% идет управление, по 10% социальная сфера и занимает городское хозяйство и небольшое 0,1% это у нас везут в право порядок. Если посмотреть в другом ракурсе структуру наших основных расходов, то, обращая ваше внимание, на две части этого круга персональные расходы. И средств городского бюджета на персональные расходы идет 46,4%. И средств государственного бюджета 15,7%. Казалось бы, отдельно ситуация достаточно нормальная, но если мы складываем все вместе, то у нас уже получается 62 с лишним процента. Это наши городские денежные средства на бюджет уход на персональные расходы. Платят экономики, его предприятия, но не предприятия, но тем не менее, не более 50% классического варианта должно идти на персональные расходы. Но тем не менее, у нас пока ситуация такова, поэтому я не зря говорила про внутренние резервы каждого учреждения, где каждый руководитель мог бы посмотреть свои резервы и увести как можно больше людей в минималки, но для этого можно тогда проводить сокращение. 25,8% это расходы, которые идут на хозяйство, 15,7% как я говорил уже, и небольшие проценты, которые идут на выплаты социальных пособий и пособий на текущую деятельность. в сравнении с двумя предыдущими годами по финансированию по сферам деятельности мы выдержали проценты, они в целом повторяют каждый год плюс-менее к единице идет по сферам деятельности, не посмотреть по видам финансирования, то, вот о чем я говорила, что уже в 18-й год уже 62% персональные расходы, при этом хозяйство у нас здесь 31%, почти 27%, сейчас 26%, то есть немножко пошло у нас изменения по видам расходов, если говорить про денежные средства, которые идут на выплату дотации социальных, они в средстве остаются в самой нижней полосе на этом же уровне, если говорить про дотации, которые мы отдаем на текущую деятельность, то же сумма одинаковая восходительные расходы, персональные расходы начинается менять в другом. Основной показатель очень важный основной показатель любого бюджета это результат основной деятельности, который представляет разницу между доходами основной деятельности и расходами основной деятельности и результат основной деятельности 7215 548 евро, эта сумма говорит о том, что у города есть возможность инвестировать, у города есть возможность возвращать основные части кредитов, если таковые есть, и является показателем очень важным для бюджета, и, как я уже неоднократно говорила, он никогда не может быть равен с минусом. Наши инвестиции. Это представлено на реновых лестниц, которые находятся на заднем фасаде этого здания. Они размышлены на 15 тысяч евро на подготовку проекта, реновация спортивного зала Вана Минополь. Останем последний платеж по летному за наш рояль. На территорию Ресерада 100 тысяч евро. Я не знаю, кто читал пояснения записку, но там представлено пояснение. Мы 100 тысяч евро планируем, как у нас было это представлено из нашей бюджетной стратегии, но на реализацию этого проекта по расчету проектов необходимо 433 тысячи, чтобы сделать этот сервис рада сначала и до конца, и освещение, и дорогу, и так далее, и так далее. Поэтому ко второму учтению перед городским управлением и перед комиссиями будет состоять вопрос, что мы будем делать с инвестициями, чем-то заменять или какое-то перераспределение сделать. Детский сад, Филиппу на Сыскуре, ремонт Соколя и отмостки. И вот вы видите, вот те доходы и инвестиции, о чем я говорила выше, вот эти маленькие, 95 тысяч от Министерства экономики, 31 тысячу мы ожидаем по этому проекту, по Филиппу на Сыскуре. Станечка 25, также мы ожидаем получить поддержку внешнюю на реализацию этого проекта, также ремонт Соколя и отмостки. На ремонт лестниц пока это 10-10 тысяч планируется. Для подготовки проекта по установке пожарных отсеков и пожарных дверей по предписанию инспекции, пока мы планируем только на подготовку проекта, это в муле необходимо реализовать, и в нашей библиотеке, в детском отделении, к сожалению, начали проваливаться полы, поэтому 20 тысяч мы планируем на ремонт этих полов. И вот вы видите, что в реализации вот этих пунктов город и у своих городских денежных средств бюджетно складывается на 751 тысячу 65 евро, и со стороны ожидается получить только 158 тысяч 912 евро. Следующее, то, о чем я сейчас говорила, оно саккумулировано в строке получения целевого финансирования со стороны вот этой суммы. У нас также есть 40 денежных средств, которые мы будем отдавать. В данном случае это деньги, которые мы отдаем нашему реализацию на реализацию. Для окончания третьего этапа годного проекта 99 тысяч 220, это деньги, которые мы возьмем, последняя доля, которую мы возьмем в ПИК, по заключенному лайн-булейпинг, и 8 740, это финансирование руководства проектов. Это наши городские бюджетные денежные средства. Наши финансовые доходы мы снизили эти денежные средства в сравнении с 2014 годом до 3000 евро, поскольку очень маленькие интересы на депозитах, будто ночные или целевые. Интересы одинаковые, увозяются с ночных депозитов в деньги, размещая свободное оборудование денежных средств на целевых депозитах. Мы обнуляем ночные депозиты, зарабатываем точно такие же проценты на целевых депозитах, и при этом мы лишаемся своих оборудованных денежных средств. Поэтому мы планировали когда-то 7 тысяч евро, сегодня планируется бы 3. 83 тысячи евро финансовые расходы, это денежные средства, которые мы будем отдавать в виде интресов, КИК за долю визита, которую мы выбрали, и Дамский банк. Большая доля это денежные средства КИК, они пока приблизительно рассчитаны. Мы платим КИК 2 раза в год, в феврале и август, и Дамский банк около 7 тысяч евро, то есть на записке, там точно написано, сколько Дамский банк, ну, 7 тысячи евро по году в целом. Планируем мы 2 тысячи евро продажа квартир, и того, наша реинвестиционная деятельность составляет 1 миллион 37 тысяч 25 евро. Структура доходов инвестиционной деятельности, вы видите, вот о чем я много говорю, 77% это те деньги, которые в расходную часть инвестиций вкладываем мы в наши городские. 14% это у нас все небольшие внешние дотации, и 9% это тот остаток кредита, который мы планируем взять на возле проекта. И если смотреть расходы наших, структуру расходов инвестиционных по фирмам деятельности, 66% у нас уходит в хозяйство городское, в образование у нас уходит 22%, и в свободное мнение культуры 11%. Инвестиции в сравнении по 3 годам. И, в общем-то, слайд сам по себе показателен. Это те инвестиции, те расходы инвестиционной деятельности, которые саккумулированы по 3 годам. Мы видим, что общий объем расходов инвестиционной деятельности, 1 миллион 117 тысяч 937 евро, составляет только 23% от общей суммы расходов инвестиционной деятельности 2014 года, и в натуральном выражении я показала, насколько это меньше. Наши обязательства. На сегодняшний день у нас в КИК взятых денег 4 миллиона 370 тысяч 553 евро, от процента 1, и окончание этого договора в 2024 году. Что касается Данский банк, мы кредит брали в 2013 году, в 2014 году мы начали выплачивать интернет за этому кредиту с января месяца, и основные части этого кредита. На сегодняшний день сумма 523 тысячи 324, потому что часть денег мы раздали в 2014 году, процент 1,365 тысяч, и договор заканчивается в 2018 году. Наша финансовая деятельность. Всего финансовая деятельность минус 278 тысяч 807, и здесь просто играют высоту минусов. Мы берем 99 тысяч 220 денежные средства на реализацию третьего, окончание третьего этапа вводного проекта, и будем отдавать денежные средства 378 тысяч 027, про воплощение вот здесь вот, для 235 тысяч, и 142 здесь должны стоять теперь с минусом. Но в целом, обязательства с минусом 378 тысяч 2027 евро. В сумме это получается на 16 обязательства в целом. Вот в таком виде городское управление представило проект бюджета 15-го года. Ванна, обсуждение. Бюджета 15-го года. Я... 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 Так, предложение, пожалуйста, динам. Продвижение заключается в том, что я некоторое время не знаю, спросила на динамы на сколько для себя, что я в школе по отоплению муниципальных учреждений. Это были школы и в институтах. И проанализировав эти цифры, сравнение с теми фиксами, которые за эти 6-ти минут я в квартире товарищи, оказывается, что несмотря на то, что сможет огромные динамы с динамом, с учреждений, практически может, скажем, мягко говоря, очень на латунку. И даже не уступленный демонстрационный товарищ дает показатели по нагрузке на 1,5-1,5 случаев дорожного раза. У меня такое пожелание есть, чтобы комиссия по городскому хозяйству, это, опять же, как я говорила, какому наших внутренних пределах, да, чтобы комиссия по городскому хозяйству все-таки взялась на это дело, анализировала эти цифры, посмотрела, оценила расстояние теплоузлов, и, самое главное, уход в теплоузловие, регулировки и все прочее. И я считаю, что есть очень реальные такие возможности с ней, вот эти цифры, затраты на тепло в этих учреждениях, то есть это будет хороший показатель. Второе, значит, по поводу освещения. Ну, как-то в Веслоту, у нас была цифра тоже для у нас в школу хозяйства, и там была такая цифра, что освещение города, по-моему, на фиксированной цене, да? Ну, освещение города на Беркаве. На Беркаве, да? А детские дошкольные, да? Все остальные учреждения на фиксированные, да, потому что это основные расходы, поэтому пакету и дневное время, когда биржевая цена высокая, поэтому нет смысла здесь работать, поддерживается, нет, потому что больше, когда биржевая цена наиболее низкая, в общем-то, никакого энергопотребления в этих учреждениях практически нет. Ну, потому что там нет детей, нет школьников, где работают. Ну, вы знаете, мне кажется, что мы делали какой-то такой анализ в числе, чтобы посмотреть, мне кажется, что биржевая цена, но все равно, все равно надо снижать. Уважаемые депутаты, я хотел бы вам всем обратиться при рассмотрении бюджета в 2015 году при работе в комиссиях, о том, что рост минимальной зарплаты повышается на 9,86% в отношении 2013 года, а рост персональных расходов по учреждениям планируется в размере 1,5%. Предлагаю депутатам городского собрания рассмотреть варианты повышения зарплаты в городских учреждениях и организациях, детских стадиках, работникам социальной службы городского управления, а также другим чиновникам специалистов Соломяевского городского управления. Рост минимальной зарплаты приближается к уровню вставки специалистов, что идет к тому, что в ближайшее время возможно возникнет проблемы иметь специфицированных специалистов в Соломяевском городском управлении. К примеру, городской колод были проведены конкурсы на должности колода, но, к сожалению, участников данного конкурса частично, возможно, не удовлетворяемые оплаты туда. Спасибо. Еще, пожалуйста, предложение? Пожалуйста. У меня предложение такое. Минимально оплачиваемым работникам специалистов, работникам детских дошкольных учреждений, они где-то на уровне 400 евро получают практически минимальную заработную плату. Я предлагаю им не в размере 5% поднимать, а сделать поднятие посерьезнее, процентов в районе 10-15. Потому что это самая, скажем так, низкооплачиваемая часть работников детских учреждений. Уважаемые коллеги, сегодня мы все не принимаем решения по применению бюджета 2015 года, однако мы с вами принимаем протокольное решение, в котором все ваши проживания, в случае, которые были обречены сегодня, отрочены. Предлагается считать первое чтение бюджета города Санамена на 2015 год. Закончено. Понять сведения о пояснении бюджета города Санамена в 2015 год направить в проект для дальнейшей работы комиссии городского собрания. В конечном городском собрании предлагается предвучить в бюджете финансовой комиссии городского собрания, а также городскому управлению с применением и поправлением с 20 января 2015 года. В межмотове на 12 комиссии собрание по праву бюджета необходимо выслушать мнение городского управления. Для этого провести совместное заседание комиссии городского управления 22 января 2015 года. Обычно в этом совместном заседании принимают участие также руководители всех комиссий, которые руководители правил. Для осуждения в проект безбюджета на втором чтении и провести заседание городского собрания 29 января 2015 года. Кто за принятие протоколного решения прошу? И я не могу повторять об этом. Я не могу повторять об этом. Я не могу повторять об этом воплении. И так, уважаемые, дополнительные выживания в 2014 году будут докладчики о теме манера, который вырос в этом году. Уважаемые аппетитаты, естественно, российское управление составляет проект последнего федерации 2014 года. Проект рассматривался на комиссиях, на финансовом комиссии. Протоколы, очевидно, в гражданском программе есть. Вы можете свидетельствовать о своем документном, который я предсказал на углахе. И с учетом того, что у нас идет адресование по поступлению подоходов на логу, несмотря на то, что мы скорректировали в сумму. Если мы так могли, порядка 133 тысячи евро подоходов на логу 2014 года тоже сняли, то это все равно не привело к нас к положительному результату. На сегодняшний день мы отстаем по результатам ноября месяца на 124 тысячи 0,42 евро. Поэтому городское управление приняло решение сделать еще один дополнительный бюджет. Если говорить про доходы основной деятельности, то подоход на налог к кубическому листу мы предлагаем уменьшить на 87,687 евро. При этом доходы от хозяйственной деятельности у нас увеличиваются на 29 тысяч 460 евро. Детки 200 – это детки сотрудники вписания детеки или выделяющие средства родителей. Доходы в сфере образования по учреждениям 628 евро. Доходы в сфере культуры по учреждениям ДК и музея 6157 евро. Доходы по улью дополнительных денежных средств 4265 евро. 573 – это пожертвования пирамидистская база в локусе в наш детский дом. По аренде также в наших учреждениях дополнительные денежные средства с акклумбированной суммой 10142 евро. Вносим мы изменения, которые касаются того, что здесь вопрос идет о закрытии нашей городской свалки. Пункт по закрытию нашей городской свалки был у нас запланирован в инвестиционной деятельности. По факту выполнения этих работ, работа эти квалифицируется как не инвестиционная деятельность, а текущая деятельность. То есть там мы закрыли эту свалку, основное имущество у нас не удорожало, денежные средства не пошли на удорожание. И поэтому мы доходы, которые мы получили на реализацию этого проекта, мы из дохода от инвестиционной деятельности переносим доходы основной деятельности. Смешанные доходы 61 евро получаются в комплекс с страховой фирмой за разбитые стекла. И с учетом того, что мы доходы основной деятельности увеличили за счет денежных средств и инвестиционной деятельности в части получения денег от КИК, то наши доходы в данном случае увеличиваются на 1 миллион 69 сетей в 2028 евро. Что у нас происходит с расходами? Когда мы готовили этот проект, в первую очередь мы смотрели наши коммунальные платежи и где была экономия денежных средств. Хорошо, что на тот момент, когда мы уже готовили проект, буквально мы с тепленьким получили физический объем употребляемого тепла по нашему учреждению, умножили на цену и мы уже могли четко оценить, были результаты счета по воде, у нас оставалось только электроэнергии, не было счетов. И мы уже знали, какие мы расходы понесли в декабре месяц, оплачивая эти коммунальные платежи, которые были попрослены в коммуналах в ноябре. И, в общем-то, по каждому учреждению мы смотрели, что можно сделать и сколько денег можно снять. Если говорить про городское собрание, вот городское собрание у нас увеличивается на 1478 евро, в части персональных расходов на 2078, уменьшается хозяйство на 600. Что произошло с персональными расходами? Денежные средства, когда мы планировали бюджет 2014 года и проект передавали в городское собрание, с первым декабря прошли выборы, комиссии еще не были утверждены. И расчет убралось, что члены комиссии не депутатка, 7 человек, по фактору 24. Они тоже получаются денежную компенсацию. Комиссии работали не по одному разу в месяц, собирались, а по несколько раз в месяц. И вот эта разница 7,24 и количество работы комиссии каждый месяц привело к тому, что нам не хватило денег. Если в течение года мы думали, что может быть будет какая-то экономия по ходу персональных расходов в городском собрании, но вы все хорошо работали, все ходили на городское собрание, никто не болел. И эти денежные средства мы покрываем за счет того, что мы в Балтии снимаем четко 278 евро, и внутри денежных средств и в управлении делаем перераспределение. В городском управлении снимаем с хозяйственных расходов 3206 евро. 500 евро остались денежные средства на проектах по предпринимательству, как же мы снимаем. Это фирмонная кайца, окружающая среда, 4662 евро. Мы увеличиваем расходы по обращению со сходами для того, чтобы оплатить увеличенный тоннаж сбора крупногабаритного мусора строителя, мусора различного лома в территории нашего города. Это мусор собирается и уводится у нас на свалку Уйкала. И в течение года тот тоннаж, который планировался, вот этого крупногабаритного мусора в территории города, и тот, который по факту нам не хватало до конца года заплатить по договору эти денежные средства. Эти денежные средства мы также нашли внутри других статей, так что обращение с отходами по целевому назначению увеличивается на 4662 евро. У нас появляется строка «Закрытие целомерной свалки». То же самое, если доходы перенесли из инвестиций в основные доходы, то и инвестиционные расходы по свалке мы переносим в расходы основной деятельности. Экономия денежных средств 2200 по прочим расходам в сфере окружающей территории, деньги свободные, дежурные заходы, мы их также уводим в деньги. Денежные средства, которые мы планировали на организацию квартирных товарищей, 465 евро, снимаем, они же не будут использованы. Городское освещение, экономия до конца года 2462 евро, уводим в минус. Прочие расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства у нас увеличиваются на 8427 евро. Из них 8 470 евро денежные средства и инвестиционные программы, которые шли у нас на ремонт крыльца Моризана, они также классифицируются не как инвестиции в основное имущество, а как текущая деятельность. Из инвестиций мы переводим их в расходы основной деятельности. Денежные средства за страховки, после того, как мы разделили, 252 евро у нас оставят, мы также их уводим в минус. В свободное время культура. В спорткомплекс Калик уменьшаются расходы хозяйственные на 26 541 евро, за которым 17 738 евро из расходов основной деятельности переносится в инвестиционную деятельность. В инвестиционной деятельности у нас стоит пункт замены покрытия в манеже в спорткомплексе Калик, 30 тысяч евро с лишним, но прежде чем положить это покрытие, необходимо было сделать основу под это покрытие. В течение года спорткомплекс Калик, проводя конкурсы, заключая договоры, они тратили свои денежные средства, которые у них были в замках хозяйственных расходов запланированы. В данном случае здесь идет удорожание основного имущества, в данном случае спорткомплекса и манеж конкретно. Поэтому мы 17 370, извиняюсь, поэтому мы денежные средства, 17 738, средства основной деятельности расходов переносим в инвестиционную. И следующий шаг мы снимаем у них коммунальные расходы. 8 864, добавляем в средства судебные деньги по страхованию на физиологию. 3000 евро снимаем коммунальные платежи в музыкальной школе. Поле добавляем и в денежные средства 1650, в котором он заработал. 900 евро снимаем в халду 14, открытый молодежный центр. На 411 евро увеличиваем расходы свободного времени молодежи. При этом мы 411 евро сняли мероприятие городских по культуре. Заменили деньги, нам не хватало на один проект. Что касается библиотеки, мы снимаем 1937 евро коммунальных платежей. По центру культуры. Помимо того, что в центре культуры мы дополнительно планируем заработанные по двум договорам рекламным от Маликорпа и от Золомяя Сада 7500 евро. При этом 5 440 мы снимаем у них коммунальные платежи в зоне культуры. С музея снимаем 198 евро. Мы работаем 411, сумма, о которой я говорила, по мероприятиям городским. Остались у нас сэкономленные деньги. 68 евро нашему центру пенсионеров для расходов по оплате тепла. С Ломейского вестника снимаем 330 евро коммунальных платежей. В образовании. Детские садки асупета. Мы добавляем, идет сумма наличия 15 394 евро. Здесь также денежные средства переносятся из инвестиционной программы. Детские садки асупетки делаются ремонт, замена полов. Это также неизвестно увеличение стоимости основного имущества, текущие расходы. Мы с инвестиционной деятельностью убираем 17 424 евро, добавляем сюда и при этом уменьшаем на 2030 расходы по коммунальным платежам. Следующие детские сады, помимо того, что мы снимаем расходы с коммунальных платежей, поскольку идет экономия, мы регулируем денежные средства на поле, собственно, педагогов, которые тут пришли к нам на улицу ест. Некоторые детские сады не освоили деньги полностью, а другие чуть больше. Поэтому в общей сумме выделенных денежных средств приезда на поле тут идет перераспределение. В данном случае ручки приемов мы добавляем 63 евро и снимаем 3152 коммунальных расходов. В Finchaki мы снимаем коммунальных расходов сумму, добавляем 5 евро. В Finchaki мы снимаем коммунальных расходов и снимаем также деньги в поле тут. И я не умщаюсь, и мы снимаем коммунальные расходы, и снимаем с денежных средств государства на день умщения. Если по фигуре уменьшается на 4200, это денежные средства, арифметика 250, зато имидж заработанный, 4452 мы снимаем с ней в виде экономии по коммуналке. Планы вина кольца. Целевые денежные средства 3700 идут на персональные расходы в классах английского языка и в коммунальном протяжении уменьшаем на 8639 евро. Канука школа. Здесь плановая сумма расходов на приобретение кухонного оборудования 13603 евро, которые были запланированы в инвестициях, переносится от расходов в инвестиции, переносится в расходы основной деятельности, потому что кухонный инвентарь это приобретение инвентаря. И это будет планироваться сумма в их смете, а там у нас будет инвестициях стоять 0. И параллельно с этим мы увеличиваем на 1640 в Канука школе денежные средства в классах углубленного заключения английского языка. Коммуналку мы не снимаем, у них тоже не было экономии в коммунальном протяжах, и еще 955 евро и между заработанные деньги мы находясь на расходы и добавляем. В гимназии мы снимаем 8940 евро, это экономия по коммунальным протяжам. Что касается социальной сферы, социальная сфера «Лотус» получает, ими же заработанные деньги, 619 евро. Попечительское пособие, о котором я только что говорила, когда представляла проект 2015 года по бюджету, увеличивается на 7516 евро. Это как раз та сумма, которую необходимо выплатить попечителям в декабре месяце. Эти деньги мы снимаем с нашей программы социальной и городской, которая закумулирована за счет денежных средств городского бюджета. И сразу хочу сказать, что помимо этой суммы мы в нашей социальной программе замещаем денежные средства в городские, государственные. У нас из бюджета 2013 года есть переходящий остаток целевой денежных средств в виде томикулита-тоитус от 2013 года на 2014. Существует порядок, который принят в 2007 году, как может использоваться этот переходящий остаток денежных средств, а то медульку-тоитус. И по этому порядку отдел подготовил решение городского управления. И начали вести работу, начиная, если вы скажете, в сентябре месяце, наверное, использовать эти денежные средства. И в последствии на записке я акцентировала ваше внимание, что уже было использовано 30 565 евро. И в ноябре-декабре еще эти денежные средства государственные будут использоваться, оплачиваются. И по индивидуальным заявлениям родителей, мельцев в детском саду, питания в детском саду, оплачивается материальная помощь жителям города, которые оказались в трудной кризисной ситуации. И вот эти деньги полдустроят, это учительское пособие, это тоже графические деньги, тоже наша социальная программа. Поэтому здесь нужно сказать, что в данном случае строка отходов по нашей социальной программе, она хоть уменьшается на 21 044 евро, но в данном случае мы замещаем наши графские деньги на государственные графские деньги, наши деньги мы экономим, а у нас есть возможность, состоя из того, вложениях принятого в 2007 году, иметь графские деньги государственные. Всего наши расходы после всего сказанного увеличились на 1 216 271 евро. Что у нас произошло в инфекционной деятельности? Вот здесь отражено все то, о чем я вам поддолго рассказывала. Мы из расходов уводим закрытие свалки, вот у нас было. С минусом это расходы инвестиционные. Мы ставим плюс, обнуляем. Это у нас ушло в расходы основной деятельности. Что касается спорткомплекса. Мы из расходов основной деятельности спорткомплекса увеличили покрытие манежа до суммы 52 151 евро. Кануга-школа. Мы увеличили расходы в инвестиции как текущие расходы основной деятельности. Крыльцо мы ревально отремонтировали и увели 8 370 расходы основной деятельности. Так что ПЕСО замена полосков в группах сделали и также увели эти денежные средства в расходы основной деятельности. Доходная часть инвестиционной деятельности, целевое финансирование от ИК было запланировано. Мы его отсюда минусуем и уводим в доход основной деятельности. В переговорах с Вилятом была получена информация, что 33 825 евро – это та доля самофинансирования, которая обеспечивает город в реализации третьего проекта на 2014 год. иметь пользование не будет, мы планировали 630 тысячи им отдать, мы уменьшаем это на 34 825 евро. Это деньги, которые мы не будем в этом году брать утика на водный проект. Я думаю, что эта сумма прибавится к той плановой 99 тысячи десятилетий год, которая отражена в проекте 2015 года. Вот все, что я вам сказала, все отражено у нас в нашем бюджете сводном. В данном случае проект, который вам представлен, бюджет сбалансирован, доходы равны расходам. У нас все сбалансировано, у нас не дефицитный бюджет, у нас бюджет сбалансированный. Такой проект, я предлагаю вашему вниманию, у меня все в том числе. Видеоположение проведено, я кладу закончу. У вас вопрос есть, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы смотрим на бюджет и видим большие достаточно суммы, там от двух до восьми тысяч экономии в детских учреждениях города по коммунальным расходам. Чем это объясняется? Нет, вопрос из двух частей. За какой это период и чем это объясняется? Период это с начала 2014 года экономия бюджета. Объясняется тем, что, например, теплой зимой, экономия денежных средств под предложением денег по реализации программы КАССО-2. Мы же не знали, как она будет экономить, но мы планировали на уровне... Когда мы планируем коммунальные расходы, будь то тепло, электроэнергия, в первую очередь, вода, ну, там спокойнее, а вот эти два показателя, мы, особенно тепло, мы же ориентируемся по статистике, по треклению физических объемов, которые готовит отдел городского хозяйства. И мы смотрим, как меняются показатели физические. И если, скажем, зима прошлого года была холодная, мы же не можем прогнозировать, что она будет теплая, ну, например, в тот год, мы тоже с вами не знаем, что это в 2015 году. Может быть, в 2015 году экономия. Поэтому попасть в точку, это невозможно сделать. Попасть в точку, что вот КАРУ какой почти уложилась. Ну, я и хотел спросить. КАРУ какой уложилась. И у Ли уложился. А у других пошла экономия. Не учителяли? Так. То есть не учителяли. Тогда откуда у Бульнары вот такая информация, что нет экономии? На всех же успехах. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Спасибо. У меня вопрос тогда, если можно, у Бульнары. А где-то тогда у Бульнары такая информация? Идет бюджет, вопросы задаются только докладчики. А где-то здесь, с этих... Ну, тогда реплика, потому что информация, которую озвучила Бульнара, противоречит тем цифрам, которые предоставила Татьяна. Ага. Не те, а что я же тебе говорю. Да, я вас тоже попрошу. Здесь, если вы хотите что-то сказать в плане выступления, это ваше право. Вы давайте, я задам вопрос. Есть ли у кого-то что-то добавить? Предложение. Пожалуйста, Кулинар Ильич. Я хотел бы сказать по детскому саду Клуб-Тайсики. Детский сад Клуб-Тайсики – это самый большой детский садик в нашем городе, по количеству детей, 178 детей. И у них происходит уменьшение по расходам хозяйственным садик в 1839 евро. В настоящий момент детскому саду Клуб-Тайсики не работает бассейн. Он уже не работает 4 месяца. И было бы небольшое предложение к городскому управлению о том, чтобы в ближайшее время, как в 2015 году, я понимаю, что уже сейчас бюджет сформирован, сформирован уже нельзя, теперь он бассейн, но на будущее, чтобы дети получали достаточно нормальные условия. У вас следует? Уточнение, да, такчику. Татьяна, скажите, пожалуйста, здесь вот по расходам детского сада Клуб-Тайсики, это не опечатка 5 евро планируется на дополнительное обучение? Вот если там сложить все, арифметику, вотную таблицу, таблицу, там одних садика снимается, а другие не опечатка. Это не опечатка. Опечатка, вот я нашла опечатку, шелепушки, нашла опечатку отставания слона, то 24 на 24, а у меня стужой в 2, 24, и встали на сессу. Смотрела, чтобы я в 5 раз сейчас нашла. А это не опечатка, вот именно 5 евро, то есть расчет срочно сделала. Смотрите, еще, пожалуйста, ваш вопрос, предоставьте, положение. Замечание. Предложение. Не вижу тогда, уважаемые коллеги, переходы и пройдут в положение. Проект, кто зато в курсе нет заполнительного обучения 204 года, в прошлом 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Уважаемые депутаты, предлагается городскому собранию по двум земельным участкам в Приморской и нашей зоне, как мы вам в виде отдельного файла представили, можно посмотреть, подать ходатайство для того, чтобы получить эту землю в муниципальную собственность. Ну, основная причина, насколько вы, наверное, все в курсе, у нас стратегически в Приморской зоне у вас улицы Сыпки, или вернее, даже от улицы Верский до Академика Павлова запланировали, так что стратегически мы представляем там, что будет променад. Если, значит, возможности получить дополнительное финансирование со стороны после того, когда вот эти структурные фонды, по ним все эти меры будут определены, для того, чтобы ходатайствовать в инвестициях, необходимо землю иметь муниципальную собственность. В противном случае финансировали поддержку проблемы. Поэтому вот эти два участка, которые, один участок, это, как я уже сказал, от Верский и до Приморского бульвара, а второй от Приморского бульвара до Академика Павлова. Ну, вы сами понимаете, с северной стороны ограничены береговой чертой, а с южной стороны ограничены, ну, существующие улицы Ранна, ну и теми уже кадастровыми единицами, которые сформированы в крепостную книгу медицины. Вот у меня, вкратце, я сразу два проекта решения комментировал. Уважаемый Славит, а это вы сейчас проектируете? И для чего это вопрос, в том числе, да? А чего это вопрос, какой? Нет, я сразу сказал, Рана Юльдма, то есть, Сырки Юльдма и Рана. Да, я сразу комментировал два проекта решения. Первый, это у нас Рана Юльдма, а второй, это Сырки Юльдма. У меня предложение есть. Пожалуйста. Я предлагаю два вопроса, тогда за оба сразу проголосовать. Вообще, по их, Олег, ну, это странно-то, какая-то здесь. Ну, сложности нет, наверное, там, это программа. Ну, там кто-то хочет спросить, уважаемый, конечно. Влад, пожалуйста, пожалуйста, мне бы вам сказать, пожалуйста, поцель какая-нибудь сферка. Так, еще раз возвращается. У нас стратегические, и в программе развития города, в общем-то, есть так, и в общей планировке, в Приморской зоне. Мы предусматривали строительство Приморского променада. Как вот уже и Татьяна говорила, и я уже сказал, структурные фонды, которые буквально в ближайшее время все меры по их направлению использования, когда будут открыты. И при необходимых, то есть при возможности получения внешнего финансирования, не имея муниципальную землю, получить его проблематично. Поэтому основная цель эту землю иметь в муниципальной собственности, что потом нам, все-таки, кажется, на своей земле, городу, реализовать вот эту стратегическую цель относительно строительства Приморского променада. То есть, это одно и обязательное условие, так? Ну, мы сейчас не можем сказать, потому что еще постановления до конца всех нету, и я не знаю, даже есть ли вообще какие-то уже постановления по лицу. Нет еще. То есть, какие там будут требования, например, закрытие свалки, однозначно требовалось, например, чтобы земля была в муниципальной собственности, иначе деньги нам не выделили на закрытие свалки. Так что здесь такие же цели стратегически, говорю, ну, наверное, правильно, все-таки, если мы даже за свои деньги начнем, там, когда-то строить, все-таки, строить нельзя на государственной земле, надо строить все-таки на муниципальной земле. Можно я бы, пожалуйста, извините, я бы сказал, орать, пожалуйста. Вы, самая предварительная согласия уже есть, да, от столичной или от соответствующей инстанции? Ну, насколько я знаю, мэр города уже определенные контакты именно по этой земле уже имел, и в этом департаменте земельном. Дают, короче. Ну, надо сейчас все грамотно оформить, и есть шансы большие, и есть шансы, что дадут. Так, еще пожалуйста, пожалуйста, я бы спросила, что какая-то западная граница, да, начинается, конечно, с Треморского, да, я правильно понимаю, с Треморского? Так, западная граница начинается вот в этом веске, и тут уже земельные участки, посыпки, улицы, там, где гаражи, гаражи, жилые дома, ну, в смысле, в насыпки, которая дальше, это западная граница. А восточная граница начинается, если спускаться, вы откройте карту, которую мы отдельно, по-моему, сделали. И здесь, что смотри, этого пуска, где в Сыпке, есть кусок, где добавить... Да, это земля оформлена в Кинисту, именно к этому товариществу. То есть она и приватизирует? И приватизирует, она, по-моему, оформлена, как это хонус с Сыгус, то есть право... Я сейчас точно не могу сказать, но кадастр сформирован, и в их пользу владения вряд ли они приватизируют. Мне кажется, хонус с Сыгус, насколько там нет, надо это, можно в Крепозонной книге проверить, да. Это земля, которая, право владения вот этого товарищества, глубоков морского причала. Так они по-русски называются, как они точно называются в эстонской области. Право имеется вне уборки получения. Нет, это была... Нет, и вся вся зона, о которой мы говорим, это де-факто государственная земля. Здесь государство им право застройки оправляло. Уважаемые цивилизии, нет, кто не видел, кто-то и не понимал, что сейчас, как они все, удобно смотришь. Удобно смотреть, а там кинисты уже нанесены. По-моему, синим цветом на Сыгусе, нет, 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 нет. Нет, это красным, это то, что мы сейчас когда-то видим, а синим уже сформированы кадастры. Вы увеличите там где-то 150, по-моему, масштаб, тогда будет хорошо видно, что синими уже сформированы и внесены в предостную книгу кадастры. И там уважаемые, пожалуйста. У меня еще вопрос, Александр, скажите, пожалуйста, есть ли в планах, или, может быть, кто-то высказывал пожелания о приобретении части муниципализированных землей? Были ли какие-то приобретать муниципальную землю в частном порядке и довольно сложная ситуация. То, что я рассказывал на предыдущем стадии городского собрания, даже передача права застройки под социальные нужды, вот, скажем, КПС-17, в общем-то, он занимает довольно длинную процедуру. А чудо землю муниципалитет, если эта земля ему была передана как социальная земля, как земля общего назначения, у муниципалитета права такого продавать нет. И поэтому заинтересованность может у кого-то теоретически быть, но возможности у нас эту землю отчувствовать практически нет никакой. Ну, там есть механизм, когда это можно, но там это очень серьезное обоснование, и потом деньги от отреждения, по-моему, все идут в государственный бюджет, и так далее, и так далее. Спасибо. Ну, маленькая вопросик, смотря на общую карту, а почему бы не... ну, почему два отдельных касаний, а один человек может соединяться? А потому что там у нас уже Приморский бульвар до моря, он уже в муниципальной собственности. Поэтому они уже... у них нет общей границы, то есть... А ты увеличишься на счет, да, ну все. Увеличь больше, там, например, есть Приморский бульвар от лестницы до моря, и там слева участок, где у нас на проекте должна была детская площадка, все это уже в муниципальной собственности. Как уважаемые коллеги, еще потом замечания, предложения. Возвращаем к детской проекте, положить высоту в районе подбор участка, и таким образом обмеляемый участок. Вы увеличиваете? Среди тех, и участок рано. Вы увеличиваете? И предлагает, и наноряжение, и представительные... Вы увеличили, чтобы неправильно рисовать. Ну, можно рисовать, полоса нарушена. Сгодей всего так. Да. Итак, первая участка рано. Что Blançовская. В следующий участок, участок friends case, только самое парадеса. Лист кстати большой именилим, кто задал им разрешение, прошу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...